Здравствуйте, друзья! Посмотрите на это. Дешевое шапито. Диверсанты из театрального училища. Приехали провозглашать Брянскую Народную Республику. Сегодня совершили очередное преступление. Проникли на приграничную территорию. Ну, давайте посмотрим, какой лакомый кусочек выбрали для себя эти диверсанты. Поселок Сушаны. Так, это, я понимаю, новый военный завод. Это, судя по всему, цех по производству беспилотников. Это очень похоже на командный пункт. Это логистический центр, откуда идет снабжение всей группировки. А вот это, видимо, военный аэродром, откуда совершают налеты стратегические бомбардировщики. Видели, что это гражданская машина. Видели, что там сидят гражданские лица и дети Нивы обыкновенные. Открыли огонь по ним. А доказательства какие-то будут? Ниву хотя бы покажут или гильзы? Хотя да, зачем? Пенсионеры и так схавают. Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории. Вот наше новое задание, Тарас. Нужно одним махом лишить россиян исторической памяти. Но как мы это сделаем, шеф? Мы перейдем границу и нападем на богом забытое село, о котором никто никогда не слышал. Я хочу сейчас процитировать нашего выдающегося педагога Константина Дмитриевича Ушинского. 200 лет до дня рождения которого отмечаем в этом году. На страну напали диверсанты. Самое время вспомнить, что в этом году исполняется 200 лет педагогу Константину Дмитриевичу Ушинскому. Оборвать ту самую прочную связь, соединяющую поколение в одно великое историческое живое целое. Владимир. Владимир, не ну где экспрессия? Где переживания? Где погружение в роль? Диверсанты на страну напали. Можно же как-то, ну хоть тревоги в голосе, там, какие-то нотки. Можно же как-то переживания за свой народ. Владимир. Ну куда это годится? Но вновь повторю, ничего у них не получится. Мы их дожмем. Мы их дожмем, говорит Чаек, загнанный в угол. Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский доброческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Проказательство прямо за моей спиной. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь. Таким скучным равнодушным голосом сказать фразу «поднимайте бунт» Может только тот, кому в 7 утра на ФСБшной планерке сказали «посмотри в камеру и скажи, поднимайте бунт». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...